Это, между прочим, мы сейчас говорим о негативе, где, насколько я знаю, вы будете ошибать, владелец этого предприятия, списки форта, далеко не на последнем месте. У нас тут заседание было совсем недавно, комиссия нашей по бюджету. И вот там выступал и Гайдаджи, представитель нашего ЖКХ, несчастный. У нас проблема, о которой мы говорили неоднократно с нашими крышами, у нас на крыше сегодня есть в бюджете средств ровно в 10 раз меньше, чем то, что необходимо уже сегодня срочно для капитального ремонта. Но проблема даже не в этом. Проблема в том, что с каждым годом разрыв между тем, что есть в бюджете, и тем, сколько нам надо тратить средств на ремонт крыши и так далее, постоянно увеличивается. Мы сегодня подобны наркоману, который живет в квартире богатой хранения. Что я сейчас слышу о том, что нам 5 миллионов дают, и мы сейчас деньги на какие-то там наши депутатские расходы получим? Давайте сейчас, как этот наркоман начали сервацию, несколько из квартиры. Что там еще осталось в этом несчастном городе, что еще не распродано за копейки, причем определенным людям из списка форта и так далее. Я сейчас говорю не только о некопейках, та самая картина «Роснефть и продукты». Это что, черноморских заводов? Ничего подобного, что у строителей не имеют никакого отношения. Это нет. И о чем мы сейчас говорим о том, что получить копейки, как нищий для того, чтобы затынуть сейчас перед выборами дырки в кармане? Всем глаза замыть избирателей, а завтра что будет? Что будет у наших детей и внуков в этом городе? Все уже распродано за копейки. И мы хотим продолжить это делать. Я считаю, что это вообще преступление.